Андрей Гривцов Одно большое дело о рейдерстве И как мне казалось Кое-кому подбирался Был обвинен в том, чего я не совершал Получение взятки И даже заключен под стражу Своими же коллегами У меня произошел определенный слом Моих ценностей Вся эта история длилась Практически пять лет И мне кажется, честно говоря Такие штуки надо проводить В каком-то келейном формате Человек десять Потому что вас здесь много И мы все, что хотим, не успеем Ну давайте хотя бы попытаемся Ладно? Договорились? Значит, план у нас такой Я вам немножко расскажу Совсем немножко расскажу Что говорит теория Вы же УПК-то все почитали? Точно? Какая статья регламентирует Осмотр меня с происшествия? Правильно Я пришел работать следованием 21 год Только-только закончил вуз В мои годы И вот это сто процентов Была профессия романтиков То есть в мои годы Не было никаких Мерседесов рядом со следственными Отделами Никаких там Бентли Порше Все ездили на метро На электричках И как бы прекрасно себя чувствовали Следователь любой Даже самый маленький И самый вот только назначенный На эту должность Еще даже не аттестованный Он должен для себя усвоить И транслировать это всем и всегда На осмотре места происшествия Главный следователь Все ходили в растянутых джинсах И свитерах И ели дошираки Вот такая была профессия Но все как бы кайфовали И никаких деньгах Точно никто не думал Сейчас правоохранительные органы Суды Все как бы Весь чиновничный аппарат Он встроен в систему управления И система считает Что если человека обвинили То государство не может ошибиться К сожалению это так И вот Мне это все очень неприятно наблюдать Потому что я все-таки застал Ну как минимум Немножко другие времена Значит справительную колонию Строгого режима Меру пресечения В виде заключения под стражу Отношения Терманова Крамаренко Каждого оставить Без изменения Доступления приговора Законных сил Срок лишения за свободу Максименко Терманова Крамаренкова Каждого исчисляет С 17 марта 2020 года Мне в какой-то момент Стало казаться Что я вот Вообще-то Непобедимый следователь И я вот могу Любое дело Направить в суд Если я считаю Что человек виноват Когда он стал рассказывать Про всякие Не очень приятные случаи С которыми он сталкивался И трупы И вот эти вот Какие-то расследования И какие-то уголовники Конечно мне это Не очень нравилось Но он достаточно К этому относился Очень трепетно Он прям с восторгом В захлеб Мог об этом говорить Но я думала Что сын счастлив И это для него Самое главное Мне порушались Такие большие Достаточно серьезные дела И были дела Где обвинялись Серьезные чиновники Больше ста дел Я за свою карьеру Направил в суд И в основном Это были дела Экономической И коррупционной направленности Потому что это была Моя специализация Сегодня возбуждено уголовное дело Против следователя По особо важным делам Андрея Гривцова Он обвиняется В вымогательстве 15 миллионов долларов За непривлечение К уголовной ответственности Президента компании Все расследование Сводилось к тому Что свидетели Обвиняемых От них пытались добиться Нужных следователю показаний И только следователь Гривцов Знай себе Твердит Что не грабил награбленное А боролся За справедливость Это было Это было Начало января Я как сейчас помню Я пришел на работу К 9 часам И у меня вот Возле кабинета Стоят Я Если можно так сказать Молодежным Сленгом Я офигел То есть даже Наверное не офигел А Даже не знаю Как сказать В общем Мне сказали Нужно осмотреть Ваш кабинет Там был следователь Ну примерно Моего возраста Я говорю А что происходит И мне следователь говорит Я не знаю Похоже Под тебя Кто-то какие-то Деньги взял Нам рано утром Звонок В дверь И Я не хотела Даже открывать Я вам скажу Честно Это было прям Часов пять Что ли Утро Вот так вот Думаю Господи Какие-то хулиганы Звонок в дверь Он мне говорит Слышим Мужчина мне говорит Откройте Я по поводу Вашего сына Я открыла Сразу Я открыла Сразу Разбудила Мужа Вызвала И Младший человек Сказал Что он адвокат Что вот такая Случилась ситуация Андрея задержали Оговорюсь Я не бывший следователь Я действующий следователь Следственного комитета Отстранен В настоящее время От должности В связи с расследованием Скажите Кто предлагал И как это было Мне никто не предлагал Ни в каком виде взятку Я ее не получал И никого не вымогал Я же знала Как они живут Что они живут От зарплаты до зарплаты Что Что они едят Как что И ни о каких там деньгах И Что зарплата там была Маленькие Что Ну в общем-то Не сказать Что такая прям была Великолепная жизнь И вдруг Вот такое обвинение В начале дело рассматривалось Судом присяжных Суд присяжных Единогласно Меня оправдал Потом Верховный суд Это оправдательный приговор Присяжных Отменил На мой взгляд Абсолютно Не обоснованно Присяжные заседатели Отправили на имя президента Петицию Где просят разобраться В ситуации Но Андрей Гривцов Готовится к новым Судебным разбирательствам Теперь И сказали Ну вот мы хотим Как-то помочь Вот Что мы можем Сделать Там мы хотим Какое-то открытое нам Письмо Ну вот родилась идея С этой пресс-конференцией И это было конечно Эмоционально очень круто С спортсальной точки зрения Конечно это ничего Не сработало Я сидел В спецблоке Без телевизора Без холодильника В условиях Жесткой Жесткой изоляции Если не ошибаюсь До Четырех человек У нас было в камере Вот если Если не ошибаюсь Сейчас могу путать Может быть В какие-то моменты Пять Но не так много Я не могу сказать Что Со мной Сидели Прям Такие Сверх Замечательные В понимании Современного общества Люди Люди были разные Но могу сказать Что они мне все нравились И вызывали сочувствие Вообще Изначально Я люблю людей Я очаровываюсь Ими быстро Мне с ними интересно Мне хочется им помогать Ну раз мне делают плохо Вот со мной Происходит несправедливо Я конечно хочу помогать Всем тем Кто со мной сидит А это там очень ценится И к таким людям Кто пишет что-то Очень хорошо относится Поэтому у меня Были прекрасные отношения Со всеми сокамерниками Большинство уже Освободилось И звонят Я вот себя вспоминаю Следователями В 21 год Даже если говорить Только-только О следователе Я считал Что всех надо сажать Вот это Точно я помню Что преступник Должен сидеть В тюрьме Постепенно Я как бы Менялся В сторону От Жиглова К Шарапову Вот это что касается Негатива Это я четко помню Самое мое такое Большое ощущение Негатива Мне исполнилось 30 лет Считается 30 лет Ну вроде Какая-то Круглая дата Такая Знаковая Я до сих пор Помню Это было День рождения У меня был 26 августа С 25-го на 26 августа Я был дома на кухне Что-то работал Здесь семья Вся спала Я посмотрел на часы Ну вот Ну вот Ну вот Ну нуля 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 Значит тебе 30 лет Мне в тот момент Было грустно Ну я как-то для себя решил Ну и черт с ним Все равно буду Воевать Исторически сложилось Что вот у всех Наших госслужащих Работников Правоохранительных органов Всегда висел Наш президент Владимир Путин Какой-нибудь Дмитрий Анатольевич Медведев Александр Иванович Бастрегин И вот все наши Многочисленные вожди Но мне это Никогда не нравилось Когда У меня появилась Возможность Что-то повесить В свой кабинет Я решил Что это будет Эрнест Хемингуэй Потому что Это любимый писатель С детства Что касается Толстого Я к нему Наверное Пришел Буквально год Или два назад Я становлюсь старше И Почему-то Полюбил Русскую классическую Литературу Которую я никогда Не любил И Лев Николаевич Толстой Мне сейчас Очень откликается И Оруэл Как писатель Чьего произведения Олицетворяет Нынешнюю действительность Мне кажется Оруэл Очень хорошо Предсказал Все то Что может Происходить В том числе И в современной России Почему я вообще Люблю работать Со студентами Потому что Они все хорошие Вот они Точно все хорошие Потому что Они еще Не попали В ту систему Которая Их переломает Которая Их научит Плохому Они еще Не видели Каких-то Негативных Примеров И они все еще Хотят изменить Жизнь К лучшему Вот эти Не думают Не думают О том Что такое Страх Они говорят На многих Языках Они гораздо Более Открыты Миру И поэтому Я им всегда Говорю Ребята Меняйте Если вас будет Много Критическая масса Просто накопится И грязь Смоется И тогда Еще Мое поколение Юристов Мы же еще Не очень старые Нам же тоже Хочется Побеждать В судах Нам хочется Видеть Справедливое Правосудие Вот тогда Мы еще Как бы Попылим Немножко У нас есть Картинка Вы мои Картинки Представляете Что?